МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. На Алтай может появиться свой артек. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов. Если не дистанционка, то что мамы и папы края вновь боятся перемен в образовании? Стало известно, почему уменьшили срок смертельному гонщику Руденко. Крылевой суд неправильно применил норму закона. Такое решение почти месяц назад принял уже Верховный суд России и смягчил приговор в отношении гонщика на БМВ Александра Руденко. Только сейчас у нас в распоряжении появился документ решения суда о смягчении приговора. Его для нас прокомментировал юрист. Из-за Александра Руденко в 2018 году погибли 3 человека, а двое из них дети. Он сел за руль пьяным и проехал на несколько красных сигналов светофора на скорости 150 км в час. Его приговорили к 8,5 годам колонии поселения. Затем Краевой суд ужесточил приговор 8,5 лет колонии общего режима и компенсация семьям в 21 миллион рублей. Но защита барнаульского гонщика на БМВ добилась пересмотра дела. Костоянная жалоба подавалась у нас как лицом привлекаемых, к уголовной ответственности осужденным. Также была подана костоянная жалоба потерпевшими и была подана костоянная жалоба органами прокуратуры как гособвинителям. У всех были разные требования. Прокуратура как потерпевшие просили ужесточить наказание осужденным Руденко. Руденко просил и хотел, чтобы это наказание было смягчено. Максим Печушкин, как юрист, ни с какой стороны не участвовал в процессе на Друденко. Но как появились документы, объяснил нам логику смягчения наказания. Верховный суд Российской Федерации, он как бы дал понять и указал в своем определении о том, что суды ниже стоящих инстанций применяли часть 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации в более свежей редакции. Сейчас у нас наказание более жесткое по части 6, то есть срок лишения свободы до 15 лет. То есть совершил Руденко преступление как раз до вступления в силу новых более жестких норм. А в старой редакции 9 лет это уже предельный срок заключения. При этом суд нашел еще и смягчающие обстоятельства. Например, внесение Руденко 5 миллионов рублей на счет судебного департамента и перечисление около 500 тысяч пострадавшим. Это еще до вынесения приговора. А алкогольное опьянение не стало отягчающим обстоятельством. Ведь оно уже входит в формулировку закона, по которому Руденко и судили. Максим Печушкин считает, что условно-досрочное освобождение Руденко вряд ли дождется. Хорошим его поведение не назовешь. Андрей Дриер, Николай Шелко. День с толком. К другим темам. На Алтае может появиться свой Артек. Об этом сегодня заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, который находится в регионе с рабочим визитом. Напомним, во время войны крымский Артек находился в эвакуации на территории нашего края. И здесь прошла самая длинная артековская смена. Для расположения Артека нового Алтайского министр просвещения предложил рассмотреть, например, Мирюзовую Катунь. Он прошел мимо выставки, которая посещена была Артель Апсунь, который под войны находился на территории города Белокурихи. Поэтому далее возложил цветы к камню Артековскому, который также находился на территории города Белокурихи. Также министр посетил школу в Белокурихе. Там он оценил готовность региона к проведению ЕГЭ. В этом образовательном учреждении как раз шел экзамен. В класс он, конечно, не пошел, но в пункт видеонаблюдения заглянул. ЕГЭ по географии, информатике и литературе сдавали сегодня выпускники 2020 года. Ждать пришлось долго. Даты проведения из-за пандемии все время переносили. И вот случилось. Наша съемочная группа в полной экипировке следила за своего рода историческим событием. Перед школой небольшая очередь. Новые требования Роспотребнадзора к проведению ЕГЭ. Дистанцию, в отличие от магазинов, здесь старались выдерживать. Впрочем, ребят это не особо смущало. За три месяца пандемии к маскам, перчаткам и обработке рук привыкли. Это обыденность, это, я думаю, должны каждый экзамен делать, чтобы, ну, потому что люди собираются в одном месте, в одном помещении, и риск заболеть любым вирусом, каким возможно было, все-таки существует. И тот факт, что ЕГЭ пришлось ждать больше месяца, тоже многие относят к плюсам. Было время подумать и более углубленно что-то изучить, те моменты, в которых у меня были пропуски, там всякие ошибки допускались. В самой школе стойкий больничный запах. Собственно, и выглядел процесс, как прием у врача. По нормам, в одном пункте проведения ЕГЭ должно находиться максимум 180 сдающих и 70 проверяющих. Сегодня от тех и других меньше половины. Но для всех приготовили 300 флакончиков антисептика и еще 30 литров разливного. Перчатками пользовались только педагоги, маски для учащихся по желанию. Находиться в них несколько часов сложно. Можно и без маски. Это решение принимает семья. В маске ребенок должен находиться в пункте проведения экзамена или без маски. На случай, если у кого-то из сдающих повышена температура, в пункте проведения ЕГЭ есть изолятор и доктор. Кстати, из-за стресса одной из выпускниц пришлось провести у изолятора больше получаса. У девочки было большое волнение. Поэтому температуру показывали там, где она переживает, там, где у нее уже активно работают мозги. Медики осмотрели ее. Нет никаких признаков. Ребенок успокоился. Температура нормальная. Она пошла сдавать экзамен. А еще ведь предстояло пройти металлодетектор и подождать в классах, когда принесут задание. Честно говоря, очень хочется быстрее написать. Почему? Ну, просто уже так долго ждали. Хочется просто уже написать и уйти спокойно. Около 10 часов контрольно-измерительные материалы внесли в аудитории. Озвучили все правила и время пошло. На географию 2 часа, информатику 2,5. Пересдать экзамен в этом году разрешено лишь по состоянию здоровья. Ну, а следующий ЕГЭ общий, по русскому языку. Пройдет он уже в понедельник в том же режиме с термометрией, дистанцией, дезинфекцией. Такой уж он выпуск 2020. Забыть не получится. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. К слову, за сутки в Алтайском крае скончались 7 человек с диагнозом COVID-19. Это новый антирекорд для региона. Также зафиксировано 73 новых в случае заражения коронавируса. Всего же с начала пандемии в крае уже выявлено 4207 инфицированных. К другим темам. Родительские чаты не стихают всю неделю. Мамы, пап напугала новость о том, что Алтайский край станет пилотом проекта «Цифровая образовательная среда». Означает ли это дистанционное обучение? Что предполагает цифровая среда? И потянут ли ее наши школы? Разбиралась Мария Микшута. Они его недистанционно могут назвать, по-другому. Они его назвали по-другому, чтобы люди... Они другие формулировки будут называть, придумывать. Чтобы было все что-то крыто. За эту неделю родители школьников сплотились как никогда. Объединяет страх перед образованием. Дистанция кончилась месяц назад, а у некоторых до сих пор глаз дергается. Так теперь говорят, что будет еще одна новинка. Я, если честно, против вот этих всех внедрений. Я за классическую форму обучения. И я в лице всех родителей города Барнаула и, возможно, Алтайского края прошу всех властей, пожалуйста, прекратите это шоу. Уже сейчас почти в истерике. С 1 сентября Алтай ряд других регионов станет пилотом федерального проекта «Цифровая образовательная среда». С таким названием мамы и папы забоялись, что дистант вернется. Но власти тут же стали успокаивать. Речь идет о другом. Закупать в школу новые компьютеры, провести скоростной интернет. Но вместе с тем улучшить систему видеотрансляции. Вот только к чему она при обычном обучении. А еще и развивать дистанционные технологии. Так многие и поставили знак равенства между проектом и дистантом. И в этом случае против сами дети. Учителя, они очень просто, можно сказать, доносили нас. А компьютер, он не объяснит никак. Если это подготовка к тому, чтобы перевести детей на дистанционное обучение, как форму, как на метод достижения очно-заочного обучения или еще какого-то, то лично наша позиция, мы против этого. Против засилия компьютерной техники, которую с помощью этой цифровой среды сейчас пытаются ввести. А в 40-й гимназии Барнаула считают иначе. Говорят, такие цифровые нововведения давно назрели. При этом 1 сентября здесь ждут детей за партами. Директор Александр Овсеевский считает, что учиться будет проще, станет возможным ввести электронные учебники и задания, чего, по его мнению, не хватало и ученикам, и учителям. Во-первых, можно будет выстраивать некоторые индивидуальные образовательные программы. Во-вторых, конечно, это коммуникации между людьми. Мы практически с этой техникой выходим на мировой уровень. Я не вижу ничего в ней плохого, потому что компьютеры хорошие в школе, а быстрый интернет – это только плюс. Если барнаульские педагоги вполне спокойны насчет цифрового образования, в селах, например, в Боровлянке, повис вопрос как. Кстати, в этой школе переход на дистанционное обучение был настоящим испытанием. Вечный перебой со связью. В этом наша съемочная группа убедилась лично. Вот, например, сейчас у меня на телефоне нет сети. Я не могу ни позвонить, ни выйти в интернет. Где-то, наверное, процентов 20 у нас ушло на тех детей, которые приходили и брали задания в школе. Потому как либо отсутствие компьютера, либо недостаточный уровень связи, ни отсутствие интернета. Сегодня те связи, которые есть, то есть там эти провода медные, что ли, они там еще идут, то есть они позволяют, ну, очень маленькую давать скорость, но в лучшем случае там 512, что ли, километр в секунду, как бы. Поэтому мы переходим, используем другие технологии, МТС, Билайн и прочее. Это оснащение и интерактивными комплексами. А федеральный проект обещает в каждой сельской школе скорость 50 мегабит. И все это должно быть в сентябре. С обычным форматом обучения, если позволит эпид-ситуация. Для того, чтобы измерить высоту здания, можно посчитать синус там и косинус, и использовать это для вычисления, для строительных работ. Это полезная информация, которую мы можем дополнительно к оффлайн-обучению приобретать. И отказываться от этого не стоит. Еще раз скажу, что цифровая образовательная среда – это про обеспечение школ компьютерами. Это не про переход на дистант. В министерстве нам сообщили, что в школы региона уже закупают компьютерную технику и проводят высокоскоростной интернет. На эти цели с федерального бюджета выделено более полумиллиарда рублей. Заменит ли техника учителей, узнаем в сентябре. Мария Микшута, Николай Шелко, Андрей Печеркин, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком. Барнаула, также Бийск, Новоалтайск, Крупцовск не получат звание «Город трудовой доблести». Это еще один итог единого дня голосования 1 июля. Накануне президент Владимир Путин озвучил список 20 городов, которым присвоят новый статус. Среди ближайших к нам, например, Томск и Екатеринбург. Между тем, председатель краевого парламента Александр Романенко уже заявил, что продолжит эту работу. Он уверен, что в будущие годы у городов-края будет шанс быть причисленными к городам трудовой доблести. Но если громко требовать чистоты во дворе, можно и без лифта остаться. Такая история произошла в одной из барнаульских многоэтажек, о которой мы уже рассказывали. Жильцы полагают, что из-за своей активности уже полтора месяца их вынуждают пользоваться лестницей. Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать, отключим газ. А чем напоешь вас? Да напою, ради бога. И на шестой этаж я вас провожу и пешком. Вы пойдете пешком? А на девятый. А? Слабо? В этот дом на Сухибатора 9 мы приезжали не раз. Прежде проблемы с мусором, непрозрачные траты. Жильцы полагают, жаловались слишком громко. И теперь идут пешком на девятый этаж. Так решила королева дома, председатель ТСЖ Наталья Король. Обращаться к ней бесполезно. Она не разговаривает с людьми. Люди для нее просто мусор. Поначалу в доме отключили три лифта. А в квитанции появилась строка диагностика лифтового оборудования. Что собранием жильцов одобрено не было, уверяют люди. Платить отказались. Связаться с Натальей Король не удалось. Зато в ТСЖ с нами поговорили. Лифтовая компания ждет от нас полную сумму денег для того, чтобы провести ремонт в первом подъезде и запустить после ремонта. Ваш председатель не запускает лифт. А мы-то со своей стороны ремонтные работы провели. Пожалуйста, катайтесь на лифту. Мы же не против. Лифт стоит, жильцы идут. В лучших традициях неприхотливого сервиса в этом подъезде люди живут с 21 мая. Физкультура, конечно, дело хорошее, но добровольное. Тяжело очень подниматься с коляской. Туда вниз по два-три раза в день ходим. Вы представляете, приедет скорая помощь или пожар, не дай бог, не дай бог, конечно. Как будут вот эти сотрудники МЧС и тоже и медицины, и скорой помощи, как будут оказывать помощь, когда лифт не работает? Мы считаем, что данные действия неправомерны ТСЖ. Лифт в любом случае должен работать. И мы внесли предостережение в адрес ТСЖ о недопустимости нарушения обязательных требований. Как скоро запустят лифт на сухобатора 9, а причин его остановки ни мы, ни надзорный орган не нашли, мы проверим. А жильцы уже думают, что еще перестанет работать после истории с лифтами, пока сами они не пытаются сменить управдома. Мария Микшута, Андрей Дреер, Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Коша-Гач вместо Пхукета. Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа. Ранее ведомство предполагало возобновить международные полеты с 15 июля. Как изменились планы у барнаульцев, мы спросили у прохожих на улице. Вы планировали отдых за границей? Нет, в этом году однозначная нитка. А хотели бы, если бы запрета не было? Ну, конечно бы хотели. А куда бы хотели полететь? Ну, как обычно, в Вьетнам, Таиланд. Свадьба сейчас, если бы запрета не было, вы сразу полетели бы? Возможно, да. А куда планировали с ней теперь? Ну, в Азию куда-нибудь. В ближайшее время, потому что я знала, что вряд ли. То есть вы сразу планируете на зиму? Да. Лето по Республике Алтай можно поездить. Ну, а вы любите путешествовать по Республике Алтай? Естественно, люблю. Я везде люблю путешествовать. На море, конечно, лучше, чем в Республике Алтай. Пришлось перенести и даже пересмотреть место отдыха. Вот куда, если не секрет, хотели? И куда теперь вынуждены, ну, может, не вынуждены, а с радостью поедете? Ну, рассматривали Мальдивы. Теперь придется в пределах России. Ну, что у нас Крым, Сочи. Страшно пока за границей. В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Барнауле не только жару, но и ливневые дожди с грозами. Что делать, если вдруг непогода застала вас посреди поля? Где лучше ее переждать? Эти вопросы мы задали сотруднику МЧС, ведь порой даже взрослые забывают то, чему их учили на уроках ОБЖ. А ведь практически всегда встреча с молнией – это смертельный исход. Эти кадры из Индии. На прошлой неделе в стране за сутки погибло 107 человек от удара молнии. Гроза настигла людей за работой в поле. Спасатели говорят, самое безопасное место во времени погоды – дом. Если молния попадет в здание, громотвод уведет ее в землю. Но что делать, если вы оказались во время грозы в чистом поле? Нужно уйти с поля прежде всего. Ни в коем случае не бежать. Нужно просто найти себе какое-то укрытие. Не обязательно это будет лес. Это может быть какая-то ложбина, выемка в земле. Чаще все-таки советуют присесть на корточке. Присесть на корточке – классическая поза такая-то, называется поза эмбриона. Когда ноги вместе, пятки вместе, голова опущена вниз. А это видео было снято недавно на улице Георгия Исакова в Барнауле. Вот что бывает, если молния попадает в дерево. Поэтому лучше избегать высоких деревьев во время грозы. И уж тем более не прятаться под ними. Для укрытия лучше выбирать какой-то невысокий кустарник, достаточно густой. Потому что очень и очень мало случаев, чтобы молния попадала в кустарник. Поэтому кусты – это идеальный вариант, чтобы так же присесть и переждать эту непогоду. Насколько безопасно во время грозы находиться в машине? Может быть, лучше остановиться, переждать непогоду? Если вы находитесь в пути, началась гроза, то, конечно, лучше оставаться в машине. Машина достаточно хорошо защищена от удара молнии, поскольку, во-первых, у нее резиновые колеса, которые служат изоляцией. Во-вторых, металлические детали, они хорошо экранируют грозовой разряд. И все же лучше остановиться, потому что движущийся объект сам по себе больше создает шансов, что может попасть молния. А что вот касается велосипеда? Это, прежде всего, изделие, изготовленное из металла. Человек в нем никак не защищен от грозы. От велосипеда, наоборот, специалисты рекомендуют держаться подальше. То есть, если началась гроза, самому стоит куда-нибудь укрыться, а велосипед положить подальше от себя. Тоже касается и, допустим, мобильных телефонов, в которых тоже есть металлические детали. Мобильный телефон может тоже стать таким своеобразным уловителем для молнии. Также не стоит забывать, что во время грозы опасно купаться в речке или в озере, так как вода – это хороший проводник электричества. И это стоит учитывать перед жаркими выходными. Ведь в ближайшие дни, помимо жары, синоптики прогнозируют грозы и ливни в краевой столице. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком.